Добрый день, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересными новостями. Компания STIN всю тему занималась изготовлением электрического кита для вот этого вот трицикла Bajaj Maxima. И вот наши изыскания, они вылились в совершенно новое направление, которое получило уже название, это ваш холдинг. И если после этого ролика вам будет интересно, пожалуйста, пишите вот на этот телеграм или на почту, мы ответим с удовольствием на все ваши вопросы. А сейчас я хочу вам сказать, что мы отправили этот трицикл с нашим комплектом электрическим к Матвею Плотникову, да, прошу вас, познакомьтесь. И хочу сказать, что мы сейчас застали и наш трицикл и Матвея в полевых испытаниях со снятым кузовом. Он не доверяет ничьим настройкам, он все делает сам. Вот он сделал ему совершенно другие настройки, не те, что мы ставили. Итак, друзья, ключевое, что я хотел отметить, почему это самый лучший донор под электрификацию, то есть не какой там шмель, какой-нибудь китайский аппарат. Первое, у нас на задней тележке сконцентрирован весь вес. Вот этот вес удерживает от переворота всю технику, поскольку у нас точки опора 3, а не 4, как у автомобиля. Обратите внимание, двигатель, у него оригинальный подрамник, на который, кстати, можно установить, ну, не один вариант двигателей. Ну, вот этот самый маленький, я считаю, его здесь за глаза, но это мое мнение. Вот. Объединено это все с родной коробкой передач, то есть у нас 5 передач вперед, 1 назад. Ну, электрический ход назад, он, конечно, так и остался, присутствует. Ну, еще есть вариант механического переключения, ну, включения задней передачи. То есть в любом случае техника всегда остается подвижна в обе стороны. Ну, и, как говорится, 5 вариантов движения вперед. Мы ездим в основном всегда на 4-й, на 5-й передач, и у нас еще, как говорится, вниз как минимум 3 передачи есть понижение. То есть нет такой горки, в которую он бы не въехал. Далее управляет это все контроллер. Он находится здесь, в герметичном блоке. Там находится также преобразователь напряжения с напряжения высокого, ну, уже на низкое напряжение, которым питаются потребители, там, поворотники, фары и так далее. Вот. Значит, зарядный разъем. Рядный разъем находится здесь. Хочу отметить, ну, ничто нигде не сверлилось. Все подогнано под родные ячейки свободные. Батарея. Батарея, ну, смотрите, ящик, видите, насколько огромный. Здесь вместилась бы батарея емкостью из 100 Ач. Но, опять же, как я говорил, ориентир на то, что, возможно, вот это все пространство будет занимать свинцовые батареи, а вот это пространство, ну, мы максимум можем, что сюда, 50 Ач при этом напряжении 72 Вольта, 50-60 Ач. То есть, и под эту емкость мы будем рассчитывать пробеги и так далее. Ну, а в салоне, смотрите, тут достаточно все по-спартански. Отличие какое, что у нас пропал рычаг сцепления, то есть оно больше не нужно. Ну, и вон спереди появились переключения вперед-назад, эко-режима. Появился вольтметр. Здесь же у нас находится зарядное устройство. То есть провод идет в комплекте. Его мы вставляем сюда. Второй кончик в розетку. Так пошел заряд. Разъем герметичный. По поводу отопления, ну, в первую очередь, в тех странах, где этих аппаратов собрано миллионы, эксплуатируются, как правило, даже дверей нет. Поэтому сильно заморачиваться насчет отопления не стоит. И решение есть готовый автономный отопитель. Он у меня присутствует. В своем обзоре я покажу, как мы его сюда поставим и будем в тепле ездить. То есть это все решаемо. Автономный дизельный отопитель. А так дальше спереди его смотреть, ну, это обычный баджатш максима, которых миллионы, которых тысячами в день собирают. Ну, у нас в стране их единицы. И один из этих экземпляров вот у нас. Друзья, сейчас мы придумали еще одно испытание для нашего трицикла с мотором Дуинова. И сейчас вы увидите, как трехкиловаттный мотор тащит Ларгус весом тонну 400. Ну, а чтобы испытание было более емким, мы положили в него вот эти блоки. Каждый блок весом 70 килограмм. Вот семь блоков, это 490 килограмм. Вот сейчас посмотрим, что из этого получится. Насколько трехкиловаттный мотор с совмещенными обмотками Славянка покажет себя в этом испытании. Вот смотрите, сейчас вот я не торможу, не газую, ничего. Посмотрите, насколько быстро, легко трехкиловаттный мотор тащит тонну 400. При этом в кузове у него еще почти 700 килограмм, почти 500 килограмм блоков. Это, конечно, феноменально. То есть я не газую, вот я просто держу педаль на тормозе, чтобы нам вовремя затормозить. Вот уже ворота открываются. Блин, насколько это легко. Это 3 киловатта мотор, друзья, 3 киловатта. Ну, я просто поражен, я не знаю. Моторы дуянова рулят. Я это всегда говорил и всегда буду говорить. Друзья, я даже не знаю, что сказать, потому что для меня это тоже очень неожиданно. Я ехал сейчас в машине весом тонну 400, и я чувствовал, что мотор, трехкиловаттный мотор с совмещенными обмотками, он просто, вот я не знаю, ну как будто там нет ничего на трассу, как будто нет ничего в кузове. Он просто спокойно берет, едет, никаких напрягов, ничего. Сейчас вот я ехал всю дорогу и хотел после испытаний потрогать его, насколько он нагрелся. Сейчас я попробую это сделать, заодно скажу, что я почувствовал. Но рука терпит. То есть, представляете, да, вот с такой нагрузки я вот его касаюсь, рука его терпит. Да, он горячий, но... Да, и сейчас Матвей озвучит, сколько километров мы уже проехали сегодня. 12. 12 километров, вот так вот нагрузив машину, еще прицепив к ней еще тонна 400, мотор терпит рука. Ну что, ну что, друзья, я просто, я в восторге от моторов Славянка, я не знаю, я не знаю, что сказать. Это просто, ну, это верх эмоций. Спасибо вам. Ну что ж, друзья, хочу еще добавить от себя, что вот этот вот обзор, который сейчас готовит Матвей, вы можете посмотреть у него на канале, там будет все самое интересное, все самое сладкое, то есть, вся техническая часть, что как работает, как это эксплуатируется, в каких условиях это можно эксплуатировать. Вот, Матвей, он специалист, поэтому мы полностью ему доверяем нашу технику и заранее благодарны, и просим не жалеть ее, а именно в жестких условиях все это испытать и дать честный обзор. Спасибо.